Объекты электроснабжения в Удачном Мирненского района к зимнему периоду практически готовы. Всего введение предприятия западные электрические сети в городе 12 подстанций. Они снабжают электроэнергией все промышленные, производственные объекты и жилой фонд. Несмотря на достаточные мощности, скачки напряжения все же случаются, и это не может не волновать жителей. Сюжет Ирины Балковой. Надо быть готовыми ко всему, считают удачницы. Холодная приполярная зима может в любой момент преподнести свои сюрпризы. Запасаться дополнительным оборудованием для подачи электроэнергии или нет, решайте сами. Я нахожусь здесь всего три месяца, и за эти месяца я узнала, что это такое. Ну, как бы отключалось оборудование, и ощущение, конечно, неприятное. Несколько лет назад у нас от скачка напряжения погорел холодильник, телефон, там что-то еще, я уже не помню. У меня в отпуске была, муж дома был. Ну, правда, все отремонтировали, но, конечно, это неприятно. Я надеюсь, что наши организации все неисправности в свое время исправят. И путь такой, как бы пожар был, когда света не было несколько дней в домах. Очень люди мучились. Но не хотелось бы, конечно, своим этим трансформатором обзаводиться. Электроснабжение города обеспечивается при помощи двух трансформаторов по 25 мегаватт. Даже в самое холодное время года, например, при минус 40 и ниже, для обеспечения всего населенного пункта понадобится около 25 мегаватт. Это мощность одного трансформатора. В случае выхода его из строя электроснабжение производится с помощью второго. И, как утверждают специалисты, поводов для беспокойства нет. Проводились текущие ремонты, согласно программе ремонтной и многолетней утвержденной, в объеме, соответствующем нашим нормативам. То есть, как бы, все работы выполнены планово, отступление нет. На пиховых нагрузках в зимний период один трансформатор вполне способен безаварийно отработать и, как бы, снабжать город электроэнергией. С природой не поспоришь. Затянувшийся грозовой период – это основная причина частых скачков напряжения, говорят специалисты. В сентябре месяце планируется завершить все ремонтные работы и провести полную ревизию оборудования. Ирина Балкова, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова